приветствую вас уважаемые зрители моего канала в этом видео я покажу вам то что я сшила и расскажу одну новость но я уже ранее озвучивала возможные перспективы моем творчестве и в общем-то я приступила к реализации этого момента и сначала я покажу вам то что я сшила мы покажу вам одно из теле звук потому что они достаточно степени похожие одно из них я показывал в процессе во влоговым видео вот в этом видео покажу вам еще одно один чехол на стул на второй стул на свой рабочий стул с блоком флиг-фляг паша блон отстегнуть цветочка вот такой он получился здесь вам видно хорошо мне понравился вариант этот есть некоторый контраст потому что ткани хоть и в такой светлой гамме но контраст немножечко более выражен и что тоже как бы интересно и здесь я использовала стежку волну по линеечке такие хаотичные немножко то есть не симметричные вот такой вариант у меня получился видео будет непродолжительным потому что я сейчас не вышиваю так как готовлюсь к одному событию вот и собственно в этом видео я покажу часть того что я готовлю для этого события поближе вам покажу уголочки сделаю закругленные уголочки обратная сторона у меня вязь белая специально покупал для таких вот вещей для дома где вот не принципиальное наличие такой нарядной обратной стороны из дорогих тканей либо чёрку здесь вполне достаточно такого варианта состав одинаковые ткани хлопок поэтому в уходе проблем не будет и попробовал я здесь наполнитель джули текс но я во влоге уже упоминал о том что пока я не до конца возможно с ним подружилась еще хочу понять на других изделиях в нем проблемы или в чем-то еще а потому что именно когда я по нему стягаем по линейками правда только проволоку стягать у меня часто рвется нитку она такое ощущение что где-то цепляется внутри самого наполнителя может быть что-то где-то волокна как-то так у него с прессованными местами что любая модера даже даже арок вилд модера она рвется это не иголка потому что губ я сто раз меняла этими жигулками прекрасно шью на других наполнителях в целом вот и меня не было таких проблем а именно здесь неважно на какой скорости меня происходит вот такой нюанс но вот в этом изделии было это несколько раз а в предыдущем таком же тоже ткани из той же коллекции да тоже наполнители и там не забыл постоянно каждому ряду я все думал что может где утолщение здесь и утолщение обошла то есть места где стыковка хотя не должно быть таких тоже проблем то что не настолько толстый наполнитель всего лишь 150 это как слин текс аналог вот но пока вот у меня такая вот с ним история не очень удачный посмотрим так в целом вот как бы по ощущениям по работе с ним и в плане того как он фиксируется к ткани и по степени объема мне он нравится я очень конечно хотелось не подружиться потому что цена у него такая более интересная чем с линтекс на сегодняшний день но если что не получится буду пользоваться все-таки теми которые ранее пробовал наполнитель это целин текс другие там для пучеворка да и объемный флизелин потому что вот у меня вот с этим пока такая ситуация вот так что вот блок я вам рекомендую такой попробовать кто шьет занимается лоскутным шутем интересный блок если вы еще не пробовали но понятно что он не под любой рисунок ткани подходит не под любой дизайн и любой стиль а вот но вот здесь мне кажется вам вписалась довольно таки интересным такая своеобразная мельница вот я купила еще на 5 же вводе показывала себе шаблоны поменьше то есть вот это шаблон готовым блоком 10 на 10 сантиметров а там у меня шаблон которым блоком 7 и 5 сантиметров ближайшее время планирую попробовать какой-то из этих размеров вот на этом наверное все о чехле тут особо долго останавливаться не буду и приступлю к тому событию о котором я говорила и так я все-таки решила открыть группу вконтакте это бизнес аккаунт будет и это будет мой такой магазинчик название магазинчика творческая лавка крестики лоскутики то есть одноименное название с каналом на канал то вы просто крестики лоскутики называется а группа будет называться творческая лавка крестики лоскутики я уже шил несколько изделий для своего ассортимента ну чтобы было чего выбирать людям да то есть чтобы не одно какое-то 2 изделия было все-таки побольше мне очень понравилось на самом деле потому что шила я с удовольствием с огромным это так как у меня было стоит но такое сильное желание этим заняться и я подобрала различные ткани различных комбинации и шила одну модель фактически но в с выбором чтобы был выбор чтобы вам было дорогие мои зрители среди вас есть те кто хотела приобрести какое-либо моё изделие было с чего выбирать вот и сейчас я вам покажу первые изделия которые будут размещены на странице моего магазинчика ссылочку я оставлю под видео и в последующих видео тоже буду оставлять ссылки на магазинчик чтобы вам было не приходилось каждый раз сказать на то видео в котором я все это показывала но вы могли при этом просто любому видео подойти из последних по крайней мере и открыть описание найти ссылочку там значит смотрите вот 6 изделий я сшила на данный момент сейчас перспективе будущее шить на эту жгу другие изделия я вам думаю что в это же видео может быть тоже добавлю сейчас посмотрю как он не пойдет с этим процессом вот значит первые изделия вам покажу это значит как уж наверно поняли все будут органайзеры для рукоделия это для вышивальщицы для тех кто шьет но на самом деле это может быть не только органайзером для рукодельных принадлежностей но например маникюр на принадлежности или каких-то еще мелочей так как здесь есть кармашек для ножничек какие-то вот эти узенькие кармашки такие вот 2 2 карманчика и вот такое основное отделение и они достаточно компактные то есть удобно с собой что-то брать и как пожалуйста вот например кто делает маникюр с помощью таких вот и производители такие не ножницы кусачки вот можно так положить их вполне то есть они вполне себе умеется здесь вот как вариант и сейчас я вам по очереди покажу все варианты которые получились чтобы вам было поинтереснее все таки видео материала он всегда лучше чем фотоматериал демонстрирует изделие вот и первый вариант вот в таком исполнении с моим любимым рисунком ткань это огурцы такие и и я здесь подобрала качестве компаньону такого горчичного цвета ткань и такой окантовочку горошек тоже желтого такого цвета а здесь полоску чтобы не было слишком много таких витиеватых узоров немножечко как бы уравновесить и вот мне так захотелось и собственно поставила кнопочку металлическую бронзовый цвет думала золото может попробовать но золото мне показалось все-таки слишком таким знаете торжественно выглядел как-то очень пафосно немножко и для вот этого рисунка именно поэтому я не стала золото сюда применять бронзами все-таки нравится больше кто смотрел предыдущие мое видео о подарка к новому году тот может вспомнить что я шила подобно не такой подобный органайзер для коллеги в качестве подарка новый год и и кстати очень понравился на им пользуются прекрасные в общем я смотрю на пользуется вот здесь органайзер чуть чуть побольше они пошире повыше немножечко ну принципе по высоте похоже и здесь отличие такое что у меня не только клапан закругленными уголками на нижней часть тоже закругленными уголками на радиус разный подробности тоже не буду уже кашин я думаю что это лишнее будет обратной стороны пришита этикеточка хендмейт аппликационным швом сделанностью ушку такая волны не ткани все для патч-ворка то есть это ткани с сносостойкие светоустойчивые то есть краситель у них очень стойкие не линяют практически на пусть они дождь долго буду держать свой цвет переносить стирки но при этом я как уже вот опыт показывает мой только многолетние только можем но опыт это не так уж пачкается и то есть не знаю что будет постоянно стирать даже если присутствует и после белого цвета он будет совершенно нет вот поэтому ну конечно зависит от обращения но я думаю что все рукодельницы в любом случае достаточно аккуратные люди вот и здесь вот как бы я сделала видите таких не танчики поставила уголочки которые и не только укрепляют карман дополнительно хотя он и без них достаточно крепкий их и надежно все здесь закреплено но они придают такое вы знаете интересно интереснее с ним смотрится мне нравится рядом с кнопочкой а вот вот в эту часть в клапан можно встыкать иголочки то есть больницы тут не нет ни острой необходимости сюда можно класть какие-то там иголочки запасные либо слайдер с иголочками и здесь опять же ножнички для примера вам покажу сейчас ножницы вмещаются достаточно большие чтобы понимали возможности этого органайзера вот эти ножницы 12 сантиметров то есть достаточно длинные ножницы и они здесь свободно вмещаются вот так вот до конца час вниз подручно немножечко вставляется вот уместились ножнички например нить вдевательную это для пример показа что вы понимали то есть я бы например здесь вот так вот размещала для себя вот как я пользуюсь инструментами и сюда я выбирал например слайдер с иголочками либо маленькую игольницу книжечку можно для маленькую подушечку игольницу такую достаточно плоскую да то есть не очень пузатенькую такую вот и сюда я бы себе оставил иголочки такие основные там например те же счетную иголочку можно вставить и так вот они прекрасно вставляются вот и с этой стороны нет никакой деформации потому что здесь достаточно гармонично подобранными на наполнитель и сочетание наполнителя потому что два типа наполнителя стоит чтобы он был как бы мягенький такой пышненький в меру да и в то же время он не был жестким не образовал какие-то тут заломы достаточно пластичный такой вариант и такой приятный так сильно ну как и все изделия в принципе достигнуты вот такой органайзер застегнутом дети это были тут так вот такой органайзер значит этот органайзер все органайзеры они примерно одного размера потому что группа была одна но вот этот я немножечко что-то задумалась и подрезал чуть побольше поэтому он чуть чуть пониже будет далее для сравнения покажу разницу значит конкретно вот этот но все это размер естественно будут указаны и в группе да то есть вот этот органайзер сложно видел где-то 14 половиной сантиметров по высоте на это ширина практически 14 половиной с квадрат практически но при этом он не смотрится огромным да то есть вот моя рука не рука не большая шестерка вот и вот органайзер и достаточно вместимый и компактные по объему сейчас я оставлю я здесь все принадлежности покажу вам следующий модель следующий модель у меня выполнен в таких тканях винтажных розочки такие наш таком коричневым кофейном или шоколадным фоне нежные такие розы и в качестве ткани внутреннюю подобранную такая ткань с листочками маленькими такая на знаете как маровые до фон у нее и на нем маленькие такие листочки растительные и в качестве такой ткани чтобы немножечко уравновесить вот эту растительность ее обилие витиеватость я подобрала на такую вертикальную полосочку узенькую нежную зеленого цвета такого нежного чтобы плавный переход был чтобы изделие было гораздо более уютным таким интересным и в качестве акцента для этого органайзера я решила сделать здесь вот такой кант розовый в тон вот этих роз тут тоже какие-то цветы такие на стилизованные да очень мне нравится я прям себе хочу так органайзер тоже на самом деле мне нравится все каждый по-своему стежка здесь выполнена ниточками с переходами модель и нитки мне все я пользуюсь нитками модера и для шитья или остежки все-таки это мой выбор и основной фокус у меня тоже присутствует для остежки но в данных изделиях только модера и вот здесь вот такая ниточка я применяла вот такую качестве ниточки для остежки очень мне понравилось тут такой план и переход получается что этот рисунок и не забивается стежка и то же время еле-еле прям вот намек данном эти переходы вон очень уютно полностью придает и хорошо гармонирует с этими цветами хотя казалось бы нитка такого цвета вроде как покуда особо здесь или нет смотрится очень даже интересно и вот этот органайзер ну для примера вами перри ножнички что могу оставить чтобы может быть нагляднее было вот так это будет смотреться с ножничками достаточно глубоко то есть ножницы могут быть и выше чем 12 сантиметров и 14 они вполне себе слова идут на 12 сантиметров ножницы входит вот с таким вот даже запасами мнения вот в то же время если ножницы здесь поменьше и даже чуть-чуть пошире хотя есть тоже такие немаленькие тоже они не будут то проваливаться вот в сложном виде сейчас вам покажу также сложно видеть это выглядит вот так вот такой вариант далее следующий органайзер синий гамме я решила сделать таким разнообразные цвета чтобы было ну на разный вкус чтобы вам было из чего выбирать опять же да разные цвета разные рисунки значит этот у меня такой на или цвет синий с медовыми цветочками такими мятными листочками у него бронзовыми опять же кармашек такого цвета ну такой коричневый такой теплый цвет сражено некоторые и внутри вот такая вот ткань тоже с такими строкотами цветочками тоже здесь опять же дайте придавались я свое время покупала их вместе то есть они как бы они то чтобы компаньоны на их покупала использовал в одном изделии почему два изделия решила с ними даже три используя их вместе но в качестве канта я решила сделать вот такой кант корошку потому что мне хотелось чтобы он вот здесь выделялся мы как бы объединял вот это все дополнительно и он освежает вот задник тоже задняя часть также здесь простегано темные же самыми ниточками с переходами меланжем или как он называется и этикетку я здесь делала вот так я ее оттенила вот это вот тканью которая здесь внутри чтобы она поинтереснее смотрелось здесь не было резкого перехода этикетки из-под темного фона темно-синего и опять же на кнопочку закрывается через камеру вот вот такой еще один органайзер следующий органайзер опять будет с огурцами но уже другим кантом то есть если вот этот органайзер он желтым кантом горох с полосочкой здесь я решила сделать его голубой гамме использовала компаньон с огурцами но вот такой нежно-голубого цвета такой бирюзовый цвет я бы сказала типичный бирюза и в качестве компаньона бирюзовые 2 карман не сделан основной и кантик то есть он здесь вот в огурцах встречается и даже цвет тоже они прекрасно считаются волной здесь у меня стежка так же сделано то есть стежка тоже видите я меняла зависимости того какой рисунок чтобы было ну гармонично да а вот и вот так он смотрится так увидим сложным закрытым можете посмотреть качество выполнения том числе уголков так следующий будет у меня часа чтобы вас не смешались это вот такой вот тоже с растительным рисунком принтом но он вот тут основной цвет него вот такой такой я желтый зеленый наверное немножко разбеленный зеленый бы сказал с такими нежными веточками и соответственно кармашек также ведь есть полосатый он уже встречался этот ткань встречалась в вот это помню да в этом органайзере вот такой же да то есть видеть ткани эту светлый путь умный фон но здесь я сохранила кант окантовочку бечку сделала из такой же ткани как внутри потому что мне очень в том числе понравилось ее сочетание будет здесь вот с этим зеленым то есть она добавила цвета сюда и получился такой тоже очень винтажный органайзер вот с таким вот ярлычком нет уже ручки очень понравились специально тискала что вот такой был натуральный ярлычок мне нравятся такие вот так же хранитена кнопочка застежки везде одинаковые и он застегнутом виде и здесь стежка у меня простая прямая стёжечка а здесь стёжка другая по моему было да нет есть тоже прямая стёжка вот здесь я захотела сделать им напрямую линию так и еще один органайзер это 6 вот в такой гамме то есть если вы видите что вы здесь вот рисунок на зеленом фоне вот такой да то здесь на таком серо-голубом и в качестве компаньона я подобрала вот такой кармашек но очень близкие потом вот к этим цветочкам задник не простеган двумя типами строчек прямой волнистый также вот такой вот ярлычок ручная работа ножнички качестве окантовки вот такую ткань подобрала она хорошо гармонирует освежает как бы и вот эту ткань и объединяет хорошо их дополнительно с внутренней этой тканью это за ткани очень нравится эти полоски с розами винтажные так они нравятся мне казалось и так сложных не будет что-то подобрать и здесь вот видимо было настолько я была настроена на это все что он я как-то раз и я вечер вот потратила на то чтобы после работы до чтобы подобрать ткани конечно времени заняло достаточно но мне понравился этот процесс не было интересно я решила потому что сначала хотел 12 сшить и потом смотрю прям подбирается подбираю там сейчас я еще еще у меня есть еще какие-то другие варианты но потом вот как-нибудь повторю сначала говорится эти даже нужно реализовать вот смотрю как очень мне нравится сочетание стежки с рисунком ткани и вот этот кантик уже понравился тоже очень нравится торганайзер вообще не нравится все на самом деле вот и здесь уже кнопочка такой вот металла серебро поближе мы покажем вот на этом пока все если в случае не добавлю я подумаю еще на всякий случай сами попрощаюсь и добро пожаловать в мой магазинчик мою лавку рукодельную только через сообщение группы либо там будет кнопочка товары зайдете в раздел товаров там будет написать продавцу я вам отвечу дам реквизиты для оплаты мы с вами обменяемся мне напишите адрес вами или отчество и я вам максимально быстро отправлю эту посылочку все условия там будут указаны в разделе информации вот и соответственно по мере того как я буду что-то решить я буду публиковать на стене сообщества информацию думаю что я делаю рассылку подключен новинок чтобы вы вовремя подписавшись обязательно подпишитесь на группу и на новости в группе вот чтобы вы вовремя ну как бы без задержки получали информацию новинках и об акциях магазинчика вот такая вот красотулечка получилось тоже мне очень нравится обалденный вообще люблю все эти цвета вот сейчас я вам покажу так вот и все примерно наверное как они там не смотрелись прошу наверно вот так и вот так благодарю вас за внимание думаю что все таки на этом видео я закончу во первых что не было слишком много информации вот ну и чтобы не задерживать его выпуск жду вас всех в гости свои лапки рукоделия крестики лоскутики всем пока